ребята всем здравствуйте и понесли сегодня тема разговора у нас работы в геленджике и съема квартиры на постоянку очень часто опять же вы не задаете этот вопрос в какой сфере можно устроиться на работу какие зарплаты если она вообще в какое лучшее время приезжать в геленджик переезжать на пмж в общем сегодня немножко коснусь этих тем и я надеюсь что я все-таки отвечу вам на ваши вопросы которые вас интересуют вот начнем пожалуй наверное с постоянные с постоянного съема жилья вы мне пишите вот мне недавно совершенно писала девушка она хочет снять квартиру за 15 тысяч рублей и приедет в июле ребят я конечно понимаю что у вас бюджет ограничен но вы тоже должны понимать что это лето в лето сдается все даже в жопе мира так сказать на окраина города в поселках рядом с городом микрорайон северный маринская роща все сдает снимается туристами ребят поэтому мне кажется что можно конечно поискать вариант себе да за 15 тысяч там однушку на постоянку но это будет очень сложно просто нереально как сложно и вам в любом случае при по приезду придется снимать все равно посуточно и жить и где-то и искать себе жилье даже комнаты за 10000 на лето очень сложно найти на постоянно не знаю попробуйте конечно попробуйте самое лучшее время для переезда я всегда вам говорила февраль-март самое лучшее время еще нет наплыва туристов еще нет наплыва работников на набережные и ну да вот две основные причины вы можете спокойно снять жилье то есть еще даже по выбирать из разных квартир себе жилье в разных районах можете по выбирать и по цене тоже варьируется то есть можно снять даже дешево вот поэтому самых два главных месяца переезда это февраль-март как раз идем к весне начинается наплыв туристов можно найти работу на набережной можно найти работу допустим супермаркетах потому что в межсезонье всегда не хватает персонала ну в общем я думаю что вы мне поняли вот что касается второй темы эта тема работы очень актуальная тема очень актуальная тема потому что поступает очень много вопросов по поводу работы где же можно заработать в геленджике допустим если вы нет не так немножко выражусь а в геленджике существует несколько сфер деятельности торговля самая распространенной это самая спространенная свер деятельности это торговля торговля всем чем угодно всем то есть если у вас есть какие-то навыки работы да даже если их нет торговать это не не сложно так сказать поэтому я думаю что вы можете спокойно идти себе в торговле место рабочее место куда особенно если будет это набережная в летнее время вы можете очень даже хорошо заработать вот что касается межсезонье торговли смотря опять же где работать если это какие-то сувенирчики на набережной некоторые работают сувенирные лавки круглый год то это тысяч 15 наверное будет межсезонье а если устроиться например магнит с пятерочку перекресток супермаркеты торговые до продуктовые там можно заработать ну 15-25 вот так вот 25 может быть 22 тысячи вот что касается допустим аптеки краснобилл в общем все торговые магазины примерно одна и та же зарплата одна и та же это 15-25 тысяч рублей где-то меньше где-то больше вот так вот таким образом так что можете в принципе по приезду сразу искать себе вакансию и устраиваться работать на торговое место можно даже на круглый год устроиться и если вдруг вы торговали раньше вот так значит вторая сфера деятельности это сфера обслуживания то есть это гостевые дома частный сектор гостиницы это уборщицы это администраторы там менеджеры кафе заведения там официанты я думаю вы понимаете да что такое сфера обслуживания у них тоже зарплаты варьируется также думаю от 11 наверное до 25 тысяч я конечно могу ошибаться я не знаю точно какие у них зарплаты но средняя степень зарплаты у нас от 10 до 25 зависимости от сферы деятельности конечно риэлторы зарабатывают в разы больше хотя это в принципе также тоже торговля но это тоже торговлю уже масштабно идет большими недвижимость это дорогостоящая у нас здесь сфера поэтому заработать можно тоже хорошо также мне часто спрашивают сколько я буду зарабатывать сколько вы будете зарабатывать если вы приедете устроить и сработать риэлтором но ребят это очень сложный вопрос и я не знаю как на него ответить и не могу на сто процентов убеждать вас да в какой-то зарплате вы можете полгода сидеть в ноль а можете за месяц делать там 200 тысяч тут такое дело то есть если у вас есть навык что ли работы если вы справитесь с этой работой то вы будете зарабатывать есть такие люди у которых просто не получается работать недвижки и они ничего не смогут сделать они не смогут заработать и не смогут убедить людей показать донести правильную информацию те люди вообще не смогут зарабатывать в этой сфере поэтому сначала надо попробовать себя а потом уже понять ваше это или нет и потом уже соответственно говорить о каких-то зарплатах вот так что еще я хотела сказать жилье работа а жилье работа в принципе все наверно нет про работу конечно я не раскрыто сказала да конечно не раскрыто господи всего две сферы сказал а также есть у нас медицинские работники администрация города геленджика куда можно попасть но очень сложно ну в общем все такие сферы очень толк тонкий до медицина стоматологии короче врачи учителя и управленческая деятельность строители по строителям я не знаю какая зарплата по ходу сейчас приземлиться вертолет потому что вот он летит прям над морем как раз я предполагаю что он сейчас сюда приземлиться если приземлиться я обязательно покажу не знаю там летит не будем его ждать вот ребята заходите на авито по геленджику смотрите какие бакансии есть и я думаю что вы обязательно что-то найдете под себя и сможете даже дистанционно найти себе работу и некоторые нет вертолет улетел и некоторые даже смогут найти работу с проживанием особенно в летнее время так что ребят все в ваших руках да в принципе все всегда в наших руках подписывайтесь на канал ставьте лайки если вас и еще какие-то вопросы интересуют на эту тему то пишите в комментарии под этим видео я обязательно отвечу пока